Всем привет, друзья! Вы под последним моим видео, где я спрашивал, какую карьеру нам делать, мы написали кучу предложений, и я такой думаю, давайте я сделаю так, чтобы всем было сразу хорошо. Вот, пожалуйста, что у меня из этого получилось, потому что я посмотрел, у меня идеально получилось, что по вашим голосам, да, идеально получилось собрать прям команду из желаемых вами команд. И я имел в виду, что, типа, например, 4 человека сказали Барселона, что начали карьеру за Барселону. 4 игрока Барселоны у меня в составе, смотрите. 1 ЦСКА, это Игорь Кенфеев. 1 из Монсити, это Николас Атаменди. Ну, почему я Гойер брать не стал? Да потому что у нас в центре Месси Суарес, поэтому... смысла не было. Из Монако, естественно, Саня Головин, мне кажется, именно из-за него, наверное, просят начать за Монако. Карьер за Литпру, Мухаммад Салах, куда же без него. 2 игрока, ой, 2 человека просили Локомотив, Гжегор Шкриховик в центре и Бенди Кюведас в обороне. Других игроков из Лока я не нашел. Там был Федор Смолов, ладно, но его тоже в нападении как-то не вкатывал бы, да? На скамейке, что они запросили желудок. Из Валентии Денис Чершев, именно из него, наверное, и просили начать эту карьеру. Также из Валентии у нас есть Гонцало Гуэдыш, но мне его пришлось взять в самом начале игры. Когда предлагали капитана выбрать, я думаю, давайте Гуэдыша. На заменке Бичи, некоторых вы можете узнать, вот он Лутар Мартинес, который сейчас в Интере играет, он суперперспективным считается. Но здесь у него всего лишь рейтинг 61. Бенджамин Хендрикс, играющий в Монако, тоже достаточно перспективный, но здесь у него всего 62 рейтинг. Остальные Бичи мы будем, походу, их докупать. Наша задача из вот этого вот сделать команду с рейтингом 100. И выиграть, ну, наверное, первый дивизион называется. Я просто никогда не доходил до вершины в этой игре. То есть, вероятнее всего, это, скорее всего, да, первый дивизион. То есть, взять самый элитнейший дивизион и при этом собрать команду с рейтингом 100. Какие будут условия? Если в матче мы забиваем больше трех мячей, плюс один к рейтингу получает вся команда. Если во время матча забивает кто-то хэдтрик, ну, скорее всего, будет нападающий, ему плюс один рейтинг. Если кто-то забивает красивый гол, тоже плюс один. Я думаю, вот этот красивый гол можно убрать, в принципе. Да, без красивого гола, я думаю. Если забивают или полузащитная, или защитная линия, они тоже получают плюс один балл. Вот, поэтому, я думаю, всем все ясно. Лучшего игрока матча не считаем, а вот это все считаем. Так что, давайте, я думаю, приступать. У нас тут матч против Сент-Джонстона. Первый матч в сезоне. Это дивизион Академии, поэтому здесь команды, как в четвертом английском дивизионе. Мы должны с ними вообще в хорошем без вариантов разбираться. Лионель. Убежал от всех, удар с левой, 1-0. Поехали. Лионелюшка такие просто 3 из 3 кладет. Есть из 10, 100 из 100. Ну, понятно, что такие от левого должны реально залетать 10 из 10 просто. Как пенальти. Ну, причем, красивый достаточно гол. Но, в любом случае, если бы мы считали красивые мячи, то этот гол, я думаю, был на грани, чтобы засчитать его как красивый или нет. Хорошо, перехват Чершева, Месси. Передача, Луисуарес добегает, удар по воротам, спасает голкипер. Перехват Головина, Головин. Подача, какой мяч в воротку отлетит уже просто, а не игроку. Своей команды, находящемуся в штрафной. Первое касание мяча, мне кажется, египтянина в этом матче. Салах тачит мяч сам под кат, перехват. Там открывался Месси. Салах его не увидел, точнее, не послушался просто. Салах, вот теперь подача. Месси принимает удар и гол. Здоровский мяч, дубль Лионеля Месси. Подача Салаха, Месси нагрузка принимает мяч, обрабатывает их. Девятки, салах его. Мяч вообще без шанса. Ах, перехвати мяч Месси. Мог в пустые фактически забивать. Вратарь был в полупозиции. Криховик. Месси, удар с разворота. Какой гол, боже мой. Это Леонель Месси. Это плюс один всей команды. Это плюс один. К его рейтингу, потому что он сделает хэд-трик. Так что Месси сегодня вообще плюс два получает за матч. Ну какой гол, а? Удар с разворота. Пока голкипер был в какой-то полупозиции. Гениально. И вот так красиво мы уходим на перерыв. Нет, давайте где пять мячей, тебе получат плюс один рейтинг. Месси здорово. Покатил вниз. Суарес! Спасает голкипер. Перехват Хеведеса. Передача. Суарес. Ищет передачи Месси. Нашел. Месси, 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 Месси. Бежит. Бьет сам. Прикиньте, такой зашивок. Голкиперу залетел бы. Это же вообще шок был бы. Давайте нам нужно еще один гол, чтобы мы получили плюс один к рейтингу всей команды. Лионель-то свой плюс один за хейт-трик получает. Суарес! Голкипер переводит мяч на угловой. А теперь, смотрите. Сосиски. Учитесь, как говорится. Комбинация три паса. Раз. Два. Три. Четыре-ноль. Лионель-Месси оформляет покер. И вот теперь уж точно плюс один ко всей команде. Здесь, да, правда, четыре касания получились, но два паса. Я хотел, чтобы в передаче штрафную пас в одно касание в центр штрафной. И там уже третьим касанием кто-то забивал. Ну, почти получилось. В любом случае, я думаю, это очень красиво было. Это одна из фирменных фишек Дрим Лидж Сокер. Месси. Суарес. Проскочил. Удар поворотом. Пытался так за шкирку закинуть. Голкипер у этот мяч. Пытался. Мухаммад Салах подает. Гжегаш принимает. Удар. Пять-ноль. Плюс два. К рейтингу после этого матча получит Гжегаш Криховьяк. Гжегаш Криховьяк. Шикарно. Смотрите, принял. И удар в девятку. Ну, да, далеко. До девятки далеко. Но перед перекладой, но это точно. Все. Пять-ноль. Убедительная победа в первом же матче нашем. Да, Леонель Месси лучший. Покер оформил. Тайный игрок. Давайте купим. На всякий случай. На заменку нам. Итак. Это Бруно Сарьяно. Но это в центр только. К сожалению. Я думал, будет лучше. Тут у нас команда недели еще не закончилась. Она только через 8 часов кончится. Тут Мбаппе. Тут Роналду. Тут можно купить душу на Тадичу. Который уже среди на минут 100. Но я думаю, нам будет и такой команды пока хватит, которой мы располагаем. Прям при вас делаю. Смотрите. Плюс один к всей команде. Можно кинуть ей плюс один. Вот он Альба плюс один. Вот он Атамедий даже плюс два. Я невольно, простите. Вот он Хеведос плюс один. Вот он Сэмеду сейчас плюс один. Может быть, сейчас плюс два. Вот он Дениска Черышев плюс один. Вот он Джога Струхольев. Плюс два даже получилось. Головин. Салат уже ничего еще не надо. На этом бестаре. Ну и Суарзитто. Куда же без него. А, давайте вернемся. К Рыповику еще плюс один рейтинг сделаем. За его галешник. И плюс два к рейтингу Лионеля Месси. Плюс один есть. И еще плюс один. Он уже идет четвертый. Смотрите, что он за состав вырисовывается. Сейчас я проверю у всех выносливость. Что у них там. Для тех, кто до сих пор не понял. Играем мы в Dream League Soccer. Итак, у нас впереди второй матч. Матч против Гераклис Алмела. Я эту команду знаю. Тут прикольно. Составы и команды лицензированы. Но некоторые прям раскиданы в разных дивизионах. Это некоторые узнаешь. Я не знал, что Алмела будет так место. Ладно, поехали. Подкат Суареса. Чисто. Или это Месси? Нет, это Суарес. Удар по воротам. Спасает голкипер. Салах разыгрывает этот угловой. И вот сюда. Жорди Альба. Передача не точная. Альба все равно с мячом назад. Салах. Салах, удар! Мяч попадает, походу, в защитника. И вылетает. Криховьяк. Удар в одно касание. Рядом с крестовиной. Что же Джегош-то творит второй матч подряд? Подкат. Отложенный фол. Еще подкат Нельсен Семеду. Пытается сбить с толку Семеду. Подкат. Удар. Мимо. Первый удар по нашим воротам. Удар Суареса. Спасает голкипер Салах на подборе. Салах. Подача. Месси. 1-0. Леонелюшка. Да ты герой. Пятый мяч за два матча. Удар. Подается Салах. Месси на опережение играет. И просто с правой ноги вколачивает мяч. В девятку ворот. Так, что я побоялся, не сломается ли там сетка у этих ворот. Вроде не сломалась. Вроде не порвалась. Месси. Кстати, кто хочет, чтобы я после этой карьеры замутил карьеру? Мазер Раша! Штанга Месси. Ну, то есть, типа, как у Кефира, знаете, собрал сборную России и играл ей. Креховьяк спасает голкипер. То обязательно поставьте лайки и пишите в комментариях, чтобы я после этого сделал сборную России. Я вообще, пишите, какие составы собирать потом. Месси. Здорово. Бежать. Удар. 2-0. Девятка прошита. Леонель Месси. Такое чувство, что у него каждый полуторный удар, я так скажу, залетает. Если не каждый первый. Не, ну серьезно. А как еще объяснить, что у него за 2 матча, за даже полтора матча уже 6 мячей забитых? Скажите мне, как это объяснить? То, что команда говно и вратарей говно, а у нас супер нападение, которое нас тащит. Возможно, но все-таки Месси это что-то космическое. Креховьяк. Суарес. Месси. Слева открывается. Черышев вместе бьет. Сам спасает голкипер. Ну что, Мухаммад, еще подачку? Креховьяк. В одно касание головой. Мимо. Креховьяк потащил мяч. Удар поворотом в ближний. 3-0. Креховьяк забивает во втором матче подряд. Да что ж он делает-то, а? Да что ж он делает? Причем какой гол классный, а? Фантастика. Просто фантастика какая-то. 0-3. Опасно может быть у наших ворот уже. Передача. Ох-ох-ох. Ударкин феев умница. Опа. 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 Голкипер спасает. Последний угловой. Последнее, что мы увидим в этом матче. Может добавлено 2 минуты, а здесь дополнительное время летит как бешеное. Салах. Альба. Ой-ой-ой-ой-ой. Жорди, что ж это было-то? Подкат. Чисто. А мяч не наш все равно. И угловой не удалось заработать. Чуть-чуть. Чуть-чуть нам буквально не хватило для того, чтобы еще плюс один рейтинг команды сделать. Чуть-чуть. Леонель Месси опять лучший игрок, но он еще дубль оформил. И еще плюс один сейчас получит Гжегош Криховик. Давай, че ж не хочешь качаться. Так, че по выносливости, господа? Я думаю, достаточно интересная рубрика получилась. Если вы хотите ее вторую часть, то за вами 15 лайков. Как видите, в следующей серии нас ждет как минимум уже кубок Мирового Вызова. Ну, стандартный кубок и уже против Дженуа. Так что это будет очень интересно. Итак, друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Всем спасибо за внимание. С вами был, как всегда, МИГО. И всем до скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok